Продолжим. 24 февраля, буквально через 19 дней, мы часто слышали о том, что россияне любят знаковые даты на годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Стоит ли ожидать чего-то от россиян? Вспомню Высоцкого, вы сейчас сказали про даты, он делал «Жалею вас, приверженцы, фатальных даты, цифр». Да, но в данном случае это не так работает. В данном случае эти ублюдки действительно придают большое значение датам. Они считают, раз в Новый год надо украинцев побомбить хорошо, чтобы им было не до праздника. Они считают, раз еще какой-то праздник побомбить. У них 23 праздник, День Советской Армии, Военно-Морского Флота. У нас это больше не отмечают, этот день. Я думаю, что 23-го по идее должно быть весело. Но 24-го есть риск, что все повторится с новой силой. Все пойдет по новой. Потому что год, год, давайте опять-таки попробуем встать на место Путина. Вот он год бьется с Украиной, со страной, которую он хотел покорить, завоевать за три дня. А ничего не получилось. Ну. Вот бы 24-го шандарахнуть по ним, думает он. Вот бы с нескольких направлений зайти. Вот бы показать им, где раки зимуют. Вот бы, чтобы весь мир вздрогнул от мощи нашей армии. Уверен, так и думает. Сдерживать его может только то, что генералы ему скажут. Владимир Владимирович, ну мы не готовы к этому, опозоримся. Ну если они так могут с ним еще разговаривать. Американская разведка говорит о том, что они не готовы наступать на нескольких направлениях. Они могут стянуть силы для наступления на каком-то одном направлении. Ну, по всей видимости, это направление Бахмут, Славянск, Краматорск. Поэтому, наверное, как-то они попробуют там начинать работу. Плюс они понимают, что идут танки, идут разговоры об F-16 истребителях. И они понимают, что скорее всего у нас будут F-16. Но для них сейчас крайне важно вписаться в скорость. То есть ускориться. И своему обществу показать продвижение какое-то. И успеть это сделать до прибытия подкрепления в виде военной техники западной. Поэтому нам надо быть готовыми ко всему. Ко всему. И не только 24-го, но и завтра, и послезавтра, и в любой день. Про Медведчука хотел вас спросить. В Киеве прошли изъятия картин дорогостоящих из коллекции Медведчука. У него дома. А в России он говорит о каких-то политических амбициях. Что он хочет создать какое-то политическое движение оппонентов Зеленского. Что думаете, что ждет его? Поскольку часто мы слышали, что ничего хорошего явно не ждет. Не оправдав ожидание своего кума. Его ждет там судьба не сладкая. Так точно. Но видим мы его свободно гуляющим. То по Ялте. Вот он где-то его зафиксировали. То вот сейчас он там статью известиям дал. Сейчас про какое-то движение политическое говорит. Медведчук это конченый человек. Конченый. Не только для Украины, но и уверен для Путина. Но это человек, показавший свою полную несостоятельность. Что он смог добиться в Украине? Он же Путину наверняка рассказывал, что только ждут. Только зайди. Все бросятся с хлебом, солью на перегонки встречать славную армию освободителей. Ну что-то никто не бросился. Поэтому, ну что, он ничего не смог сделать. Он смог только эффективно для себя потратить путинские бабки. Стал очень богатым человеком. Я думаю, что вообще о нем уже не стоит говорить. Потому что это сегодня пустое место. Это человек без будущего. Но этот человек, являвшийся агентом Российской Федерации, агентом КГБ перед этим, потом агентом Российской Федерации, не будем забывать, был главой администрации президента Украины, был главой крупнейшей партии, был одним из лидеров так называемой оппозиции. Поэтому, вот что мне одно из решений Владимира Зеленского, которые мне понравились, и я ему тоже об этом сразу же написал, это было закрытие каналов Медведчука. Вот это мне очень понравилось. Я удивляюсь, почему этого не сделал Порошенко в свое время. Ну, я не удивляюсь, я знаю, почему он этого не сделал. Но Зеленский показал себя в этом плане молодцом. Он закрыл канал и правильно сделал. Дмитрий Ильич, при Порошенко Медведчук был членом Минской группы по протекции президента, который занимался обменом плен. Порошенко являлся агентом России. Порошенко, я говорю, простите. Может, по Фрейду оговорка, не знаю. Медведчук являлся агентом России. Какие могут с агентом России быть дела вообще? Я не понимаю, честно не понимаю. Я не понимаю. Поставим точку в этом вопросе. Я с большим удовольствием обсужу свежие материалы, которые у вас вышли. Очень большое удовольствие получил от просмотра интервью с Александром Роднянским. Начинается оно, конечно, как будто два киевлянина-хвастунишки встретились и друг перед другом на скорость вспоминает старое название улиц города Киева. Это очень мило смотрелось, если честно, так по-душевному. Ну и в целом разговор вот от такой и легкости сначала, и потом к серьезным тяжелым темам. Ну, я рекомендую лично от себя к просмотру. Я не знаю, сколько там уже просмотров. Надеюсь, много. Там уже за полмиллиона просмотров, да, он наберет свои полтора-два миллиона, его смотрят постоянно. Это тот материал, который не привязан к актуальным событиям. Вообще, Александр Роднянский, конечно, удивительная фигура. Для меня и не только для меня. Это, во-первых, блестящий профессионал своего дела. Человек, создавший телеканал 1 плюс 1, который был тогда самым популярным в стране, создавший в России ряд телеканалов. Человек, являющийся блистательным кинопродюсером, номинировавшийся неоднократно и на Оскар, и в Каннах получавший призы как продюсер. Человек тончайшего вкуса, высочайшей интеллигентности, что так редко по нынешним временам. Он киевлянин, потомственный киевлянин, очень светлый, очень такой правильный, очень какой-то, знаете, совестливый человек. Мне очень нравится Александр Ефимович. И мне было очень приятно с ним прогуляться по старому Киеву. И на Бессарабку даже мы зашли, купили там помидоры соленые вкусные, и квашеную капусту. Вы знаете, и мне очень важно то, что сразу же, как только началась полномасштабная, широкомасштабная агрессия России против Украины, Александр Роднянский, который имел там все, 20 лет жил в России с украинским паспортом, замечу. Вот он встал и уехал, бросил все там. Все бросил, уехал. И сделал заявление, и выступил против Путина, против войны. Ну, честь ему и хвала, снимая шляпу, я с большим уважением к этому человеку отношусь. Дмитрий, я, наверное, начать надо было с этого, но сейчас вот у нас максимальное количество зрителей. Как говорил Михаил Сергеевич в свое время Горбачев, пора начать и тоже говоренное. Да, в прошлом эфире один из наших зрителей задал вопрос в комментариях, где сейчас кролики, дуэт кролики, Владимир Данилец, Владимир Моисеенко. Вопрос прозвучал, ответ от вас тоже прозвучал, и про гастроли, и про Петросяна, вот. Я сказал, по-моему, насколько память мне не изменяет, я сказал, что я не знаю, где они, наверное, в России. Они же так долго ездили по России во время войны, и с Петросяном там тусовались, и, в общем, были известны своими пророссийскими взглядами. Смотрите, на следующий день, в понедельник, раздался у меня телефонный звонок. Где? От Петросяна? Василю, добрий день. Это Володимир Данилец. Я дивился вашу программу с Дмитром Мордоном, и хотел сказать, что мы в Киеве. Скажите, пожалуйста, что мы в Киеве, что мы не уезжаем, что жодных там гастролей с Петросяном сейчас нет, что кривого зеркала нет уже 7 лет. И я пообещал, что мы в нашей программе через неделю, соответственно, вот сегодня, скажем об этом событии. Вот что господин Данилец позвонил мне и сказал, что они с коллегой в Киеве и ни на какие гастроли с Петросяном не ездят. Будучи с вами порядочными людьми, мы доносим до наших зрителей эту информацию. Я могу это подтвердить. Владимир Данилец, повторить, Владимир Данилец позвонил Василию Владимировичу Голованову, сказал, что они с Владимиром Моисеенко в Киеве никуда не ездят, с Петросяном не ездят по России. Ну, мы эту информацию, видите, дали в эфир. У нас полная демократия. От себя могу только добавить, что я считаю, что и Моисеенко, и Данилец, два Володи, с которыми я помню много и встречи, они у нас на концертах еще в далеком 93-м году выступали, я считаю их абсолютными любителями русского мира и ватниками. Это моя точка зрения. Я могу ошибаться. Я не претендую на категоричность какую-то, на истину в последней инстанции. Это моя точка зрения. Могу ошибаться. Оставим, да. Это же ваше ощущение, домыслы. Давайте не навешивать... Это не только мои... Это не только мои... Сейчас, во время, когда у нас полномасштабная война, такие высказывания могут... Вы знаете, я вам скажу одну вещь, я уже не о них говорю. Война настолько оголила нервы и чувства и обнажила. Вот я раньше был дипломатичнее намного. Вот я могу дружить с человеком каким-то, да, допустим, или общаться. А он, вот, ватник, да. Я его переубеждаю некоторых годами переубеждал. Годами. Но это не так, но это не то. Вот они нет на своем. Вот Америка, опять Америка. После начала войны я не хочу уже никого переубеждать и не хочу быть дипломатичным. На белое говорю белое, на черное – черное. Если я вижу кучу говна и вокруг летают навозные мухи, я не скажу, что это пражский торт. Я не о кроликах сейчас. Я вообще. Вот. Поэтому я стал жестче намного. Я перестал общаться с людьми, которые являются оправдателями войны России против Украины, которые пытаются говорить, ну, не все так однозначно. Пошли вы в жопу, если для вас не все так однозначно. А для меня все однозначно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok